НАТО откроет офис в Токио, для консультаций с союзниками в связи с китайской угрозой. НАТО планирует открыть, в Токио первый в Азии коммуникационный офис. Офис позволит Альянсу, проводить периодические консультации с Японией, и ключевыми партнерами в регионе, такими как Южная Корея, Австралия и Новая Зеландия, поскольку Китай становится новым вызовом, наряду с Россией. Об этом сообщает РБК «Украина» со ссылкой на Nikkei Asia. По данным источников агентства, НАТО и Япония также улучшат свое сотрудничество, подписав индивидуальную программу партнерства, ITPP, до саммита НАТО в Вильнюсе 11-12 июля. Стороны будут углублять сотрудничество в борьбе с киберугрозами, координировать позиции в отношении новых и прорывных технологий, и обмениваться нотами по борьбе с дезинформацией. Планы были подтверждены официальными лицами как Японии, так и НАТО. Идея открытия офиса связи впервые обсуждалась между премьер-министром Японии Фумио Кисидой и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом во время визита последнего в Токио в конце января. По словам источника, в середине апреля Альянс распространил проект-предложение, среди стран-членов Альянса. План состоит в том, чтобы открыть в Токио в следующем году офис связи, в котором будет работать один сотрудник. НАТО имеет аналогичные офисы, в Организации объединенных наций в Нью-Йорке, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в Вене, а также в Грузии, Украине, Боснии и Герцеговине, Молдове и Кувейте. Во многих случаях принимающая страна, предлагает офисные помещения для НАТО. Если Токио предоставит финансирование западному военному альянсу, это будет символизировать новый этап в оборонном сотрудничестве. Намерение углублять сотрудничество является взаимным. Япония планирует создать независимую миссию при НАТО, отделив ее от посольства в Бельгии, где она базируется в настоящее время. Будет отправлен новый посол, чтобы освободить от обязанностей посла НАТО в Бельгии. Официальные лица надеются, что подписание ITPP между НАТО и Японией придаст импульс подготовки к саммиту в Вильнюсе. Ожидается, что на встрече примут участие лидеры Японии, Южной Кореи, Австралии и Новой Зеландии, как и в прошлом году, что свидетельствует о более глубоком взаимодействии НАТО с индо-тихоокеанским регионом. В июне прошлого года Кисида, президент Южной Кореи Йон Сук Йоль, премьер-министр Австралии Энтони Альбанези, и тогдашний премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн, посетили саммит НАТО в Мадриде. Азиатско-тихоокеанские партнеры НАТО провели встречу в кулуарах. Посол Дании, в Японии Питер Такса Йенсин сказал Никей Эйже, в телефонном интервью, что офис связи НАТО станет первым, в своем роде в Индо-тихоокеанском регионе, и будет иметь не только символическое значение. Это был бы очень наглядный и реальный способ укрепить отношения, между Японией и НАТО, сказал он. Посольство Дании, выступает в качестве контактного пункта посольства Альянса в Японии, и координирует свои действия с государствами-членами в Токио, в отношении сотрудничества между НАТО и Японией. Такса Йенсин отметил, что геополитический ландшафт резко изменился с тех пор, как НАТО опубликовало свою предыдущую стратегическую концепцию, в 2010 году. В то время Россия считалась потенциальным партнером, а Китай не упоминался. В 2022 году, на Мадридском саммите лидеры союзников решили, что Россия больше не партнер, а враг, и что также было признано, что Китай будет и может оказать влияние, на трансевропейскую безопасность, сказал он. По его словам, это является причиной, почему для НАТО, важно поддерживать отношения с партнерами в этом регионе. Посол сказал, что офис связи также будет контактировать, с другими важными игроками в регионе, такими как Индия и страны Асиан. Такса Йенсин сказал, что в будущем сотрудничество между НАТО и Японией будет сосредоточено на решении проблем, выходящих за пределы регионов, таких как киберугрозы, прорывные технологии и деятельность по дезинформации. Как стало известно Никей, это сотрудничество будет формализовано в ближайшие недели, когда НАТО и Япония, запустят ITPP для налаживания сотрудничества в таких областях, как кибербезопасность, дезинформация и космос. Это будет обновленная версия индивидуальной программы партнерства и сотрудничества, IPCP, которую стороны, подписали в 2014 году. Митита Цуруока, доцент университета Кея, сказал, что война России против Украины, изменила отношение НАТО к Китаю. В дополнение к проблемам, которые Китай создает сам по себе, было добавлено новое измерение, Китай как сторонник России. Теперь это становится непосредственно связанным с безопасностью Европы. Столтенберг неоднократно упоминал об опасности сотрудничества Китая и России во время своего визита в Японию, сказал Цуруока. Цуруока отметил, что плацдарм НАТО в Японии, будет иметь большое значение для Японии. Это означает, что когда НАТО смотрит на Азию, включая Китай, она будет делать это через призму Токио. Когда представитель отправляет информацию в штаб-квартиру НАТО, она всегда будет идти через Токио. В документе стратегическая концепция 2022 года изложена, как заявленные Китаем амбиции и политика принуждения, создают вызов для НАТО. Вредоносные гибридные кибероперации Китая, а также его конфронтационная риторика и дезинформация нацелены на союзников, и наносят ущерб безопасности Североатлантического Союза, говорится в концепции. Напомним, во время визита генсека НАТО Йенса Столтенберга, в Японию в январе 2023 года НАТО и Япония договорились укреплять отношения, поскольку вторжение России в Украину, и ее растущее военное сотрудничество с Китаем, создали самую напряженную обстановку в области безопасности, со времен Второй мировой войны. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины, читайте на канале РБК Украина в Телеграм.